друзья всем привет сегодня видео будет о формировке бугенвили есть у меня такая красавица которая начала набирать сейчас свет но тем не менее я хочу ее немножко подстричь так как есть у меня задумка по ее формировке но времени до ее обрастания осталось не так уж много покупал сидит он в глине с песком еще раз напоминаю что я живу в египте и все уличные растения у нас продаются в смеси песка и глины либо это чистая глина цветы у нас выращивают и укореняют в песке поэтому не удивляйтесь в наших условиях растение прекрасно растет и в таком субстрате приобретала я это растение прошлой осенью у него было вот 1 2 3 доминантные ветки которые я по мудрости своей неопытности решила обрезать для более активного разветвления и получила не тот результат который хотела почему это случилось потому что я не формировала не подвязывала веточки да это растение после обрезки дало ветки новые но вы знаете что ветки бугенвили они растут либо под под большим углом больше 45 градусов ну либо мне кажется как мне кажется под углом 45 это первый момент очень редко когда ветка пойдет расти прям вдоль обрезанной ветки как правило из пазух ветки будут расти таким образом а я обрезала доминантно в результате у меня все новые веточки пошли расти что в лесу по дрова вправо влево и по своей тяжестью они создавали большой угол поэтому когда вы постригаете свою бугенвилю если вы заинтересованы все-таки доминантных ветках или все-таки вы заинтересованы в том чтобы ветки пошли в том направлении как он вам нужно придется все-таки помогать вашей бугенвиле я все-таки решила что я хочу чтобы у меня были эти доминантные ветки на хорошем свету и при правильной торректировке они будут давать боковые побеги но здесь я буду за ней уже следить и направлять в нужном направлении поэтому когда после всю чехарду которая здесь была я срезала наверное месяца два назад и вот сейчас тогда пошли молодые побеги моя цель была чтобы это было продолжением толстой ветки все-таки я хочу чтобы вот эти три доминантные ветки шли у меня по стене поэтому как только появился молодой череночек я подвязала его аккуратненько бечевкой чтобы дать ему направление через несколько месяцев ну не знаю месяца может быть через три через четыре это он зафиксируется и уже будет расти в нужном направлении и можно будет его эту подвязку снять то же самое и здесь видите все я подвязала но нужно быть очень аккуратным чтобы не сломать хрупкую веточку точно так же я сделала вот здесь потому что мне захотелось чтобы у этой ветки было продолжение и чтобы это было именно как каркасная ветка потом где-то еще нет по-моему все ну вот это основные моменты поэтому когда вы формируете свое растение все-таки молодым веточкам давайте определенную фиксацию можете подвязывать на палочки можете прищеплять крабиками но направление вы должны задавать иначе у вас ветки будут расти влево вправо вперед назад как растение самому захочется и это не всегда бывает опрятный вид поэтому решать конечно вам и вот сегодня я хочу удалить некоторые веточки чтобы задать желаемую форму своему растению ну что начнем что я хочу начну я наверное все таки снизу я хочу удалить вот эту ветку она мне не нужна так как видите она идет не в том направлении куда мне нужно вот эта ветка пойдет в доминант и они будут пересекаться будет некрасиво поэтому вот здесь я ее обрезаю но мне кажется что будет симпатично это пойдет в эту сторону а это пойдет в эту сторону со временем возможно они распушатся и все будет симпатично теперь вот эту веточку я оставляю вот она маленькая тоненькая я хочу чтобы она дала мне тоже потом еще одну доминантную ветку которая растет вверх вот эту ветку я хочу обрезать не смотря на то что она цветет но мне нужно место и свет для этой веточки обрезаем вот так по моему становится очень даже симпатично так вот эта ветка пойдет вперед в принципе имеет место быть она никого закрывать не будет вот эта веточка пойдет вперед так теперь по поводу этой ветки вот здесь я упустила момент вот видите вот эта ветка пошла вот эта ветка я ее не дофиксировала и она пошла очень под большим углом расти в сторону ну в принципе пусть остается может быть получится что-то интересное и так у нас получается будет раз два три ну возможно четыре пять шесть вот шесть вот я рассчитываю на вот этих на эти шесть веток которые составят основной каркас растения и через несколько месяцев мы посмотрим как будет развиваться растение старее всего растение прекратит рост у меня в феврале месяце я обратила внимание по своим растениям когда дневная температура не поднимается выше 20 градусов мои бугенвили они замирают в росте они не хотят расти как только дневная температура поднимается выше я сразу замечаю как активизируются новые побеги новые листочки и растение пускается в ход как раз таки вот эти температуры ниже плюс 20 днем у меня будут наверное в январе-феврале месяце я надеюсь что к тому времени растение немножечко обрастет ветки задеревенеют и будет симпатичный кустик ну а когда веточки подрастут то тогда можно будет подумать о чем-то еще о дальнейшей формировке я очень хочу чтобы вот эти веточки у меня задеревеснили тогда можно будет продолжить их формирование по своей природе бугенвилия это дерево лиана и поэтому для того чтобы цепляться за растениям у него и предусмотрены вот эти колючечки но если ему не за что цепляться то ветки начинают паникать поэтому все таки старайтесь направлять таркасные ветки в нужном направлении в самом-самом начале потому что если вы хотите пышное разветвление в дальнейшем таркасные ветки должны быть достаточно сильными и твердыми чтобы выдерживать на себя массу этих самых новых веточек на моей бугенвилии к сожалению начался хлороз связывая это с тем что из темного угла раньше она стояла здесь сюда свет доходит наверное часов три дня будем говорить так под прямыми солнечными лучами вот в этом месте бугенвилия находится где-то всего лишь два часа после обеда сейчас на ее месте стоит санди ядрабарегатный тоже замечательная бугенвилия которую я тоже буду скоро формировать друзья всем привет вот такой результат я имею год спустя считаю его вполне удовлетворительным я решила переставить бугенвилию в этот угол для того чтобы удобно распределять длинные веточки лианы как видите я стала их отращивать пересекать между собой и таким образом декорировать стену мне пока что нравится поскольку веточки еще слабенькие я креплю их на вот такие клипы клипсы вот их практически незаметно я сейчас ах вот даже я не могу их найти в камере их практически незаметно и они замечательно справляются со своей функцией этой зимой я подстригать их не буду хочу посмотреть как они будут расти в прохладное время хочу сказать что в зимние месяцы у нас ночные температуры в среднем около 50 градусов иногда температура спускается до плюс 3 днем градусов 18 иногда 23 вот где-то вот в этом диапазоне у нас и варьируются зимние температуры хочу сказать что при дневных температурах ниже плюс 20 мои будинвили в дорожках не растут в грунте да растут и цветут а вот именно в дорожках они у меня стоят без движения ну посмотрю ну а что будет весной время покажет буду держать вас в курсе нижние веточки практически не развиваются это вполне нормально потому что согласно биологическим особенностям все силы идут на верхней ветке ну что ж в принципе этаж симпатично пусть они растут и медленно но по чуть-чуть растут относительно хлороза он у меня то появляется то проходит причем он не на всех ветрах вот смотрите на этой он есть на этих веточках его нет но сейчас я продолжаю проливать его я продолжаю проливать будинвилю хилатом железа и возможно это даст свой результат вот таким было видео надеюсь оно было интересным и кому-то полезным подписывайтесь на канал чтобы узнать больше все всем пока пока субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...